19 сентября 24 года полетели из Англии в Испанию. Рейсом авиакомпании Rainair. Как всегда, по традиции, перед вылетом выпили вина и пиво. Начинался наш небольшой отпуск. Это испанское пиво, Сан-Мигуэль. Перед полетом в Испанию. В Англии мне это пиво нравится больше всего. Вылет из Англии немного задержался, пришлось немного подождать, когда дадут разрешение на взлет. Но это бывает. Когда мы летели в Португалию несколько лет тому назад, самолет пропустил свой слот на возможность вылета. Мы просидели в самолете три часа, пока разрешили взлет. Все хорошо, в самолетах авиакомпании Rainair очень мало места между сидениями. И долгое пребывание в самолете на одном месте превращается в неимоверную пытку. Ничего не предвещало беды. Но случилось непредвиденное. Примерно через час полета энергично забегали стюардессы. У одной в руках был баллон с кислородом. Видимо, что-то случилось. Оказалось, двум пассажирам, мужчинам пожилого возраста, стало плохо. По громкой связи объявили. Нет ли среди пассажиров доктора? Как я понял, медиков на борту самолета не нашлось. Командирам авиалайнера было принято решение экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Приземлились в аэропорту города Нант во Франции. В аэропорту Нанта уже ждали две машины скорой помощи. На борт поднялись медики. К моему удивлению, медики не знали английского языка. И одна из стюардесс немного говорила по-французски. Она пыталась объяснить ситуацию. В итоге медики забрали пожилых людей из самолета. За мужчинами последовали их жены. Отпуск у них не удался, к сожалению. Надеюсь, все у них закончилось хорошо и, возможно, страховка была. Но этим дело не закончилось. Еще один молодой человек в передних рядах ввел себя возмутительно. Что-то там требовал и выступал. И его вывела из самолета и забрала с собой французская полиция. Вынужденная остановка длилась приблизительно два часа. После всего этого мы взлетели без нескольких пассажиров, которые вынужденно остались во Франции. И с большим опозданием все-таки прилетели в Малагу. Вместо трех часов полета мы в самолете просидели более шести часов. В аэропорту Малаги документы никто не проверял. Наверное, уже все закончили свою работу и ушли домой. Успели на автобус, который ехал из аэропорта до гостиницы, в которой остановились на одну ночь. Проезд на автобусе стоил 4 евро сноса. Приехав в гостиницу почти в полночь, обрадовались, что там еще работает бар до полвторого ночи. Можно выпить пиво и съесть пару бутербродов. Это было настоящее наслаждение. Потому что в Малаге было очень тепло и душно. На утро, хорошо и вкусно позавтракав в гостинице, отправились на автобусе обратно в аэропорт. Что-то стыковка этого моста у меня вызывает некоторые опасения. Ну да ладно. Сели на междугородний автобус и поехали до города Гранады. Ехать было примерно два с половиной часа. Какой огромный пивной завод. Пиво Сан-Мигуэль. За окном мелькали горы и другие возвышенности. Бескрайние поля оливковых деревьев. Подъезжаем к знаменитому городу Гранада. По Гранаде мы прогуляемся в следующем видео. Посетим Альгамбру, жемчужину мавританской архитектуры. Увидим и послушаем яркое исполнение фламенко, танец испанских цыган. Гранадамбру, жемчужину мавританской архитектуры. Гранада, гранадамбру, жемчужину мавританской архитектуры. Субтитры создавал DimaTorzok